Этот пруд в Расторгуевской части города Видное был искусственно создан еще в 18 веке. Выкапывали его монахи свято-екатерининского мужского монастыря. Сегодня монастырю он не принадлежит, находится в собственности у государства с пометкой «Земля под сельхоз предназначение». Местные жители бьют тревогу, мол, водоем хотят засыпать и построить на его месте многоквартирные дома. Мы здесь все будем в каменных джунглях и все задохнемся в конечном итоге. Хотелось бы, чтобы монастырский пруд и оставил свое назначение монастырский пруд, чтобы его не засыпали. Опасения по поводу судьбы пруда у местных появились после того, как собственник земельного участка рядом с водоемом начал здесь активные строительные работы. В частности, засыпать природный овраг. Причем, по мнению местных жителей, строительным мусором. Металл. Арматура. Куски асфальта. Куски асфальта. Вообще непонятно что. Куски бетона. То есть, ну это отходы строительные, обычные строительные отходы. Это все полностью, вся береговая линия пруда, она засыпалась строительным мусором. Затем приехало очень много камазов землей. Все сверху отсыпалось и начало уже закатывать. А еще собственник участка значительно поднял уровень земли и близлежащий ручей оказался под угрозой быть засыпанным. История еще заключается в том, что по оврагу течет ручей. Ручей является перетоком от монастырского пруда. Как мы выяснили из исторических справок, этот пруд является копанью. Но как он питается, то есть это ливневыми водами, возможно. Возможно, у него есть подземные источники. То есть сейчас у нас такой информации пока отсутствует. Но надеюсь, что мы будем добиваться о том, чтобы либо это проведут собственники государственной экспертизы в федеральном учреждении, либо это проведет Министерство экологии, возможно, в рамках административного расследования. Пока ручей не засыпан. Но береговая линия отсыпана ненадежным грунтом, который запросто размывается, что, конечно, недопустимо. Это нарушение водного кодекса. Прежде чем начинать здесь какие-либо работы, собственник обязан был укрепить береговую зону как монастырского пруда, так и ручья. Специальная комиссия администрации Ленинского городского округа провела проверку территории и вынесла свое решение по отношению к собственнику. У меня такое предложение к собственнику. Обяжем его провести госэкспертизу в федеральном государственном учреждении этого ручья. Вы сможете это сделать? В федеральном государственном учреждении. То есть, чтобы ни у кого не было сомнений до того, как пройдет эта экспертиза, приостановить работы. У нас и так потеря. Эта потеря, она связана с вашими действиями, прежде всего. Я не готов сказать, чтобы остановить работу, давайте мы будем делать, как бы мы уже все сделали, по закону, получили ордер, получили полностью все документы. В любом случае, тогда с таким ходатайством обратимся в Министерство экологии, а они, собственно говоря, накладывая административные предписания, могут вам выдать предписание до момента заключения расследования и административно приостановить ваши работы. По словам представителя земельного управления администрации муниципалитета, на сегодняшний день пруду ничего не угрожает. Это федеральная земля и позариться на нее собственник участка не может. А вот ручей надо спасать. Земельный участок под данным объектом находится в федеральной собственности. Он был образован в составе земель КДТ Суханова. Организация существовала такая. Она прекратила свое существование и земля перешла в федеральную казну. Сейчас она никому не предоставлена, сколько я знаю, но находится в федеральной собственности. Распорядиться этим земельным участком ни мы, ни Минамущество не может. Выездная комиссия администрации Ленинского городского округа составила акт осмотра территории с учетом замечаний местных жителей, чтобы продолжить решать ситуацию. Юлия Пагасян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.